Здравствуйте, с вами Шиня. Сегодня я хотел бы рассказать о преимуществах механических клавиатур для ритм-игр, в частностях ОСУ. Сразу хочу отметить, что я бы хотел отойти от традиционных обзоров технических характеристик, свечей и производителей, а больше посравнивать свечи между друг другом, поделиться своими мыслями и знаниями на эту тему и поговорить о практическом влиянии на игру. Так что, наверное, не стоит воспринимать мои слова как истину в последней инстанции, но, однако, я постараюсь максимально подробно описывать, что к чему. Итак, начнем. Полагаю, базовую информацию о механических клавиатурах знают уже все. Ну, что-то по типу, что у них особый тип строения, что кнопки нажимаются капельку легче, а также, что живут они намного дольше. Но это же не делает саму игру проще, верно? Да. Так давайте же разберемся вместе, что именно делает игру проще и почему так популярны механические клавиатуры. Итак, свечи бывают двух типов – линейные и тактильные. Линейные – это свечи, у которых сила вжатия свеча одинакова по мере всего хода кейкапа. А тактильные – это свечи, у которых момент срабатывания свеча выражен небольшим утяжелением. Есть ли разница между первым и вторым? Да, есть, причем большая. Давайте я сравню тактильные свечи с линейными и мембранкой. Смотрите, мембранка. Мембранка. Нажал на кнопку, кнопка начинает давливать мембранку внутри. Вжалась мембранка, сработала кнопка. И чтобы кнопка сработала еще раз, нужно, чтобы мембранка полностью вернулась в исходное состояние. Это звучит на словах просто, но на деле мембранка постоянно изнашивается. И чем дольше ты используешь мембранную клавиатуру, тем тяжелее нажимается мембранка. Со временем кнопка вообще начинает залипать, потому что мембранка стерлась. Тактильный свеч. Нажимаешь на кнопку, кнопка начинает вдавливаться. Но в определенный момент, а именно в момент срабатывания, кнопка немного утяжеляется. Что дает тебе понять, что кнопка сработала. Важный момент. В отличие от мембранных клавиатур, кейкапу не обязательно возвращаться в исходное положение. Достаточно пройти тот самый момент срабатывания. Именно это очень помогает в ритм играх. Потому что, например, если ты много нажимаешь и быстро на мембранной клавиатуре, и один раз ты до конца кнопку не отжал, все, у тебя нажатие не зафиксировано. И в ритм играх это часто означает одно, это мисс. Это значит, что все, плей в помойку идет. В то время как на механической клавиатуре, например, если ты до конца не довел кнопку обратно, но прошел момент срабатывания, кнопка у тебя все равно будет активирована, и мисс-са-то и не будет. Поэтому именно это вот практическое преимущество механической клавиатуры над мембранкой. Линейный свитч. По сути, механизм срабатывания в точности такой же, как и у таксильных свитчей, с одним исключением. Никакого утяжеления по мере прохождения, вот точки срабатывания нет. И многих это вгоняет в ступор, потому что кнопка активирована, а пальцы не ощутили нажатие. Ощутить нажатие можно лишь в том случае, если ты доводишь кнопку до конца, кнопка упирается в платформу клавиатуры, и ты думаешь, окей, дальше нажимать нельзя, кнопка, значит, активирована. А на деле она была активирована еще когда она была на моменте срабатывания, и никакого датчика отслеживания нет в тактильных клавиатурах. А теперь давайте сравним наших сегодняшних пациентов между собой. Допустим, сравнить механическую клавиатуру с мембраной довольно просто. Свитчи не стираются в отличие от мембран, ну, практически. А также у механических клавиатур менее требовательные границы для того, чтобы нажатие было зафиксировано повторно. Но если сравнивать тактильные и линейные свитчи, какой из них лучше? Ответ на самом деле очень прост. Каждый решает для себя сам. Я же лишь немного помогу вам определиться. Начну с тактильных. Если вы ни разу не держали механическую клавиатуру в своих руках, 99% что вам подойдут тактильные. На линейных вы будете чрезвычайно часто теряться, нажать свитч или нет. Это, конечно, дело привычки. Со временем вы приноровитесь замечать, когда свитч активировался, когда нет. Но намного приятнее, когда клавиатура сама тебе помогает ощутить момент срабатывания свитча. Не так ли? Кстати, вам, возможно, доводилось слышать фразу, мол, на тактильных свитчах лучше контроль. Но обычно никто не поясняет, что под этим подразумевается. Надеюсь, моя сегодняшняя лекция не была зазря. И теперь вы более-менее понимаете, почему на тактильных свитчах лучше контроль. И что это означает. Ну, а теперь о линейных. Линейные свитчи лишены какого-либо чувства контроля. Но почему тогда красные свитчи самые популярные в ОСУ, да и в ритм играх в целом? Все очень просто. Из-за того, что у линейных свитчей нет никакого датчика отслеживания и нажатия клавиши, спамить ими становится гораздо проще. Нажимая на тактильные клавиши, вы как бы автоматически нажимаете их правильно. Но есть своеобразное преимущество в том, чтобы нажимать неправильно. Бессмысленно спамить ими проще. То есть, как можно быстрее на них нажимать. Потому что тактильность в таком случае будет выступать в роли некоего ограничителя, который будет пытаться заставить вас нажимать правильно. Но это говоря только о красных свитчах, потому что черные значительно тяжелее красных. И гораздо выгоднее использовать те же самые брауны или блюшки, которые тактильные. И только если вы точно знаете, что вы собираетесь спамить 270 или выше БПМ, и без этого вам жизнь не мила, только в таком случае я твердо вам посоветую взять красные свитчи. В противном случае посоветовал бы взять какие-либо тактильные. Это я так плавно перешел к теме выбора свитчей. Я, конечно, обделил вниманием Блэки, но мне кажется, что они совсем не игровые, и куда грамотнее взять те же самые реды, блюшки или брауны. Да, черные, безусловно, лучше любой мембранки, но почему бы не взять игровые свитчи? Ведь по цене они не слишком отличаются. И вот мы разобрались с типами переключателей. Что есть линейные, что есть тактильные. Но производителей много, какие же стоит взять? И чем они отличаются друг от друга? На деле отличаются они почти ничем, строения у них у всех одинаковые. Отличаются они лишь тем, что материалы при производстве используются разные. Другой вид пластика и все в этом роде. Помимо всех знакомых черри, есть Razer, Ootema, Kale, Gateron и другие. Например, там Topre, Romer G, недавно вышел Cooler Master Nova Touch. В общем, их достаточно много. Но что я хочу заметить на этом моменте, так это то, что практически все производители используют одну и ту же маркировку. Красные — это быстрые и линейные. Брауны — это быстрые и тактильные. Блюшки — это капельку тяжелее, чем брауны. Но также тактильные, но еще и с щелчком. И блэки — это линейные и тяжелые. Но речь не совсем об этом. Речь о том, стоит ли брать механическую клавиатуру, если в ней не черри свечи. И ответ — да. Механика с черри самая надежная, это правда. И если хватает на нее финансов, ее нужно брать без зазрения совести. Но не всегда бывает так, что финансов на нее хватает. И на этом моменте многие задают себе вопрос. А стоит ли брать клавиатуру с Алиэкспресса? Это же Китай, там опять эти китайские клавиатуры, которые сломаются через два дня. И я просто так потрачу там много денег. Но на самом деле в этом нет ничего плохого. Технически большинство клавиатур очень-очень похожи на черри МХ, даже идентичные. Пускай и не столь надежные. Сам же я хочу выделить модели. Мотоспид Инфликтор, Вимбао Джигуанши, Древо Граммор и Напула Лито Спайдер. Названия у меня, если что, еще будут в описании. Очень хорошие модели за свои деньги. Хотя стоит заметить, если вы меняете мембранку раз в полгода, потому что у вас начинают залипать клавиши, в этом случае действительно лучше стоит накопить на клавиатуру на черри МХ. От себя добавлю, что новичкам я бы посоветовал клавиатуры на блюшках. Потому что, мало того, они тактильные, они еще и с щелчком. У них чувство контроля самой большой из всех свечей, что позволяет довольно быстро втянуться и вообще понять, как механика работает. Более продвинутым игрокам я бы посоветовал взять брауны. Им уже довольно важно иметь клавиатуру с более легким нажатием, поэтому почему бы не взять брауны вместо блюшек. А реды? Реды я на самом деле никому не стал бы советовать покупать, потому что те, кому нужны реды, они и сами знают, что им нужны именно реды. Они, наверное, и не будут смотреть это видео, потому что и сами довольно хорошо уже осведомлены о механических клавиатурах. А на этом все. Это был своеобразный общий положняк по механическим клавиатурам от меня. Если у вас остались какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях. Я постараюсь на всех на них ответить. Ну и если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, там где-то вот кнопочка есть. Если вы еще нажмете на кнопочку звоночка, я вообще буду очень счастлив. А если вы еще и зайдете ко мне на стрим и подпишитесь на мой паблик, это вообще будет очень здорово. Вот. Но это если только вам понравилось видео. Потому что, ну, не надо подписываться на каналы видео, с которых вам не нравится. Вот. Но если понравилось, подпишитесь. До скорого. Поскриптум. Напомню, что видео лишено технической части для более легкого понимания и не столь очевидной информации. Например, что у редов сил нажатие 45 грамм, у блюшек 55, а у блэков 60. Если вам интересны точные цифры, загуглите сами.